Подведите, пожалуйста, итоги игры. Ну, самое главное, наверное, сегодня нужна была победа для того, чтобы пройти в следующий этап розыгрыша Кубка России. Игра сложилась непросто, но мы сами в этом виноваты, сами себе усложнили жизнь, потому что имели преимущество в первом тайме и территориальное, и по количеству футболистов мы тоже превосходили соперника. Но, к сожалению, второй тайм сбились на ту игру, которую предложил факел с самого начала. В первом тайме нам удалось ее перевести в наше русло. Мы спокойно владели преимуществом, контролировали мяч, создавали моменты, которые нужно было реализовывать. Во втором же тайме, чем больше время проходило второго тайма, тем, наверное, больше ребята стали волноваться за результат и сбились просто на игру, кто больше ударит мяч, мы или факел, вперед. В стартовом составе не было Миладиновича и Кечкиша. Это ротация в связи с тем, что кубковый турнир? Ну, у нас не только их не было. Мы как смогли, кому могли, дали отдохнуть. Ну, к сожалению, у нас хотелось бы большим дать футболистам отдохнуть, но, к сожалению, не всегда мы можем сделать то, что хотим. А так, ну, все равно, я еще раз скажу, нам очень важен был сегодня результат, потому что кубок есть кубок. Мы хотим пройти как можно дальше. И сегодня был очень сложный соперник для нас. Мы примерно представляли, как будет играть факел. Мы это все увидели. Хорошо сыграла оборона, выиграла очень много верховых мячей. Момент с удалением уже видели? Соперника? Ну, да, конечно. Нет, так я его видел на бровке. Ну, что мое мнение? Вратарь за линией штрафной играет рукой. Весной вы противостояли факелу в составе Томска. Команда ТОМ, пригодилась ли та информация, собранная тогда весной? Да, да, да. Я еще раз говорю, что и та информация, и то, что мы просматривали игры соперника сейчас в ФНЛ. В принципе, особый рисунок игры не поменялся. Я еще раз повторюсь, мы прекрасно представляли, за счет чего будет атаковать факел. Мы к этому готовились, и я считаю, что справились.